Так, друзья, завтра вебинар, значит, завтра 12, тогда сегодня 11 августа. Дикая летняя жара привела к тому, что все созревает раньше времени. Начали падать груша усуишка. Оказалось, кому она нужна? Так вот, ценность ее неизмеримо выше, чем ценность культурных груш. Смотрите, рядом растет привитая груша, привитая груша, привитая, привитая, вот, и рядом растет дикая груша. Видите? Вот она. Давайте посмотрим, сегодня поговорим о дикой. Время начала высыпания, есть ее невозможно, ее можно использовать. Вот поймали, допустим, террориста, заставили в рот, положили ему килограмм и заставили съесть. Это такая гадость по вкусу, что все расскажет. Пытать все средства. Но в садоводстве груша. Давайте еще покажу. Вот видите, это лада. Это чудо груша. Смотрите внимательно. Вот так ее надо отрезать. В данном случае отломать. Но я опытный товарищ, у меня прекрасно все получается. Вот она, плодушка. Видите? Если ее дернуть сильнее, плодушка целиком обламывается. Я таких примеров много приводил. Она на грани падения. То есть еще несколько дней она упадет. Это одна лада, одна из лучших груш. Я сравниваю с автомобилем, ну, мужики поймут, 21.01. Вот. Та самая первая лада. Потому что она морозостойкая. Она невероятно урожайная. Она невероятно вкусная. Это вот. Есть более роскошная. Вон гигант Подмосковья. Пять раз крупнее. И такая сладкая. Ну, то назовем уже Мерседесом. Или Лексусом. А Жигуль 21.01. Вот он. Сейчас только на ваших глазах оторвал. Вот его плодушка. Вот она. Вот она. Левая рука у меня трясется. Вот. Видите? И вот так она отрывается. Или еще лучше бы ножницами. Вариант Б. Значит, когда рвешь, бывает целиком плодушка. Вот эта отваливается. Вот она. Не дай бог. Вот. Или, вариант, еще бывает вот тут отваливается. Смотрите. Вот тут вот. Вот. Но, когда целиком... Ну, она чуть-чуть переспеет. И тогда... Сейчас она крепко держится. Чуть переспеет. И тогда она вот здесь вот, смотрите. Вот в этом месте. Поняли? Тогда, получается, плодушку сохранили максимально. Вот. Вот. Зато долго не хранится. Поняли? Ну, что, пробуем. Сказка. Прозавидывали? Тогда надо, чтобы вот такие были. Пойдем. Смотрим сюда. Так вот. Груша Лада. Вот это вот груша, что я вам сейчас показал. Не так цена, как именно дикая лысо-листка. Вот она. Ну, она тут рядом по соседству растет с этим самором-априкосом. Кроны сместились. Вон она. Сейчас я вам покажу близко. Да. Смотрим сюда. Кто ее опыляет, не знаю. Гарантированно. Вот. Пелкая. Но. Ценность ее необычайная. Груша Лада. Только одна из... Я это называю высшая лига. 15-20 лучших в мире сортов у меня. Так. Ни один не испортил вкус. Ни одной. Вот. Кажется, одна. Но самая ценная на этом свете из груши. Дикая уссуристская груша. Вот она. Посыпали с первой плоды. Я начинаю делать о ней фильм. Почему? Потому что это она не замерзает никогда. Клянусь Богом, что у меня груши, привитые на ней, никогда не болеют. Никогда не замерзают. Почти никогда не пропускают урожая. Вот это чудо из чудес дает вот это. Вот. Заразнилась. А почему? В прошлом году я так не смог продать. Все семена дикого уссуристской груши. Ну, причин несколько. Грубки опустили, ребята. Вот. Когда вы искусственные семечки вырастите, у вас будут вот такие урожаи. Это слабый урожай. Почему? Ее некому опылить. Вот и все. Поэтому она самоплодная. Достаточно. И одной такой груши хватит, чтобы подсчитала садоводство в целом регионе. Например, в Хакасии. Например, в Казахстанском крае. Например, в Кемеровской области. В Иркутске. Одно я такой. К сожалению. Это несбыточная мечта. Эта груша практически не нужна никому, включая науку. У нее есть особое невероятное качество. Единственный подвой, который я не привычал к привоев. Единственный подвой, который я не привычал к подвоев. Сразу. Любой сорт. Откуда бы я его не достал. Сразу принимает. Не отторгает никогда. Почему так? Ну, она же дикая. Я ее достал в том месте, где рядом в километре, в двух, в трех не росла ни одна культурная груша. И тем не менее, она совместима. Это ее важнейшее качество. Благодарю за внимание. Впереди осень. Начинаю заготовку семян уже через две недели.